Ребят, привет! С вами Мария Го-Го из Австралии. Я очень надеюсь, что вы меня слышите, потому что я купила новый микрофон. Я надеюсь, что он работает хорошо. И сегодня, вместо того, чтобы идти на пробежку, я решила пройтись по городу и как раз показать вам немножечко Сидней, основные его места, и рассказать о лайфхаках, которые могут пригодиться бюджетным туристам. Об этих лайфхаках я узнала, проживая в Австралии и пользуюсь ими сама. Поэтому давайте до здесь не стол, буду вам рассказывать, что и как здесь есть. И надеюсь, это будет вам полезно. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Естественно, когда мы прилетаем в Австралию, мы прилетаем в International Airport, Маскарс, который здесь в Сиднее находится. Но если вы летите в штат New South Wales, и суть в том, что проезд из этого аэропорта в город, если у вас здесь небольшая пересадка, там есть, не знаю, 8 часов, чтобы выйти погулять куда-нибудь, и вы сделали себе визу на выход на день, естественно, проезд будет очень дорогой. Это один из самых дорогих вообще маршрутов из Сиднейского аэропорта, в центр города, ну или вообще в любую другую точку. Это будет вам стоить 20 долларов на поезде. И вам всем нужна a pall card. Я вам покажу, как это выглядит. И ее нужно тоже купить в аэропорту. К сожалению, тем не менее, будет очень-очень-очень дорогой проезд. И оно того не стоит, потому что реально в любой другой станции вы не потратите там больше 2-3 долларов на проезд. Здесь это сделано специально из-за того, что огромное количество туристов, из-за того, что людям не хочется пройти лишних 10 метров, а хочется просто, ну, люди просто платят эти деньги. Но если у вас есть хотя бы несколько часов, и у вас есть желание пройтись 15 минут, вместо того, чтобы ловить поезд на станции Mascot International или Mascot Domestic, то есть в зависимости от того, в какой аэропорт вы прилетели, пройдите 15 минут пешочком. Я вам сейчас покажу по карте, куда. И просто словите поезд от станции Mascot. Вместо того, чтобы платить 20 долларов за проезд до центральной станции, мы заплатим 3-4 доллара. То есть это будет огромная экономия, и я осознаю, что кто-то в Орле и Решке об этом уже рассказывал. Честно говоря, не помню. Наверное, Бедняков. Тем не менее, не помню этих всех предыдущих. Это все равно очень такой хороший лайфхак и очень хороший способ сэкономить, если вы прилетаете в Австралию на один день. Если вы об этом не знали, я очень надеюсь, что этот совет вам подойдет и будет полезным. Я сейчас нахожусь в районе недалеко от оперы и моста Харвард Брич. И сейчас как раз ланч брейк, то есть перерыв на ланч. И в данный момент все обедают. То есть большинство людей в Австралии покупают свои обеды как раз в разных take-away штуках, в разных take-away шопах. Вы находитесь в центре города как раз около сейчас час дня, но где-то между 12, 30, 11 и двумя часами дня в каждом ресторанчике вы найдете меню для ланча. Меню для ланча будет обычно стоить около 20 долларов, и за эту стоимость вы сможете купить себе что-то типа первого блюда, десерта, второго блюда и чашечки кофе. Допустим, вот сейчас тут specials по 17 долларов. Я сейчас вам покажу, что там есть. Ну вот, например, в этом ресторане вы можете только выбрать mains за 17 долларов. Но этот ресторан находится рядом с мостом, рядом с оперой, поэтому, в принципе, это неплохая цена. Вот в таких вот кафешках, да, они как раз напротив моста, и вот в них можно поесть за 17 долларов. Если пройтись чуть дальше, можно будет найти другие варианты пищи. Тоже в районе 17-20 долларов в основном будут входить несколько блюд. Первая чашечка кофе и какой-нибудь там алкоголь или второе, как-то так. То есть это один из таких вариантов, если вы хотите поесть во время ланча. В любом пабе точно так же, в основном с понедельника по четверг будут какие-то скидки. В любом кафе типа пиццерии здесь очень много сетей для пиццы, что-то типа Fratelli Fresh, я напишу, как оно называется в комментариях, Vapiano и так далее. У них праздный день недели, есть разные скидки на разные блюда во время ланча, и как бы очень-очень удобно и дешево можно поесть. Тем не менее, я не фанат еды take away, но для тех, кто любит, и для тех, кто оказывается в центре города как раз вот в это время, в утреннее дневное время, во время перерыва на обед, у вас есть возможность покушать дешевле, чем в другое время. Второй такой лайфхак по поводу ланча это то, что здесь во всех офисных зданиях, в больших небоскребах есть фудкорты. Фудкорты это как бы небольшой такой фудкорт, то есть место там, где есть много разных take away shop с разными такими блюдами, типа, знаете, в наших гипермаркетах, там макдональдс, пицца, какие-нибудь там салаты, что-то еще, что-то еще, что-то еще, вот то же самое, это фудкорт. И они обычно как раз готовят все блюда для того, чтобы люди покупали во время ланча, потому что все бизнес-работники сильные, они не приносят. Мало кто с собой берет еду в судочке, все в основном питаются на улице. И поскольку все блюда должны быть свежие, где-то начиная с 2-3 часов дня можно это все купить по огромной скидке. То есть не для того, чтобы они продавали кто-нибудь там салат, я не знаю, салат или пасту, там макароны, да, там за 15-20 долларов, его можно купить за 7-6 долларов. Я обычно никогда не покупаю вообще ничего в Takeaway, но поскольку я выиграла ваучер, я купила себе вот такую вот штуку, она стоит 15 долларов, и я выиграла ваучер на 15 долларов. Один из таких вайдпаков как раз для туристов Сиднея, это те, кто находится в центре Сиднея около 2 часов дня, сейчас 2.15. Я бы вам показала, но мне неудобно. В это время обычно на фудкортах еда идет со скидками. Возможно, купить в такой контейнер, но обычно он стоит 12 долларов, сейчас можно купить 1 за 6, или 3 за 13. А, у вас есть все по 6 долларов, а только салады? А, но этот еще не стоит 9.95. А, 6 долларов. Это салады. Спасибо. Спасибо. Вот сейчас 5 вечера, я иду с работы, это то, о чем я говорила, что только что спросила у девушки по поводу того, что там вообще по скидкам продается И допустим вместо 10 долларов они продают там сэндвичи большие, багеты и так далее за 6 долларов Это не самый лучший вариант, но это вот допустим в метро такой вариант Вечером можно купить что-нибудь такое подешевле, если ты голодный и просто не хочешь идти там в кафе кушать или покупать это в супермаркете Субтитры сделал DimaTorzok И если вы не хотите с собой, не знаю, у вас нет с собой еды или вы находитесь в городе как раз в будние дни рядом с офисными зданиями, где есть эти фудкорты И вы хотите что-то перекусить, ну вы можете купить что-то намного дешевле Или вы не хотите готовить ужин и вы тоже опять же хотите что-нибудь такое легенькое Вы просто наберете еду на этих фудкортах, возьмете там 3 судочка какой-нибудь еды, вместо этого что платить 15 долларов, вы заплатите за них там 15 долларов за 3 То есть как бы очень такой хороший вариант для тех, кто не любит готовить, для тех, кто не хочет готовить и для тех, кто хочет сэкономить на еде И собственно я так тоже делаю иногда, но очень редко, потому что я люблю готовить, но надеюсь вам это может пригодиться Вы наверное заметили, что пока вот это я все снимаю, здесь все бегают И я обычно бегаю тоже, постоянно, просто потому что я люблю свои прерывы на лайн проводить как раз на улице, в тренажерном зале На улице в тренажерном зале, на улице занимаюсь сама, в тренажерный зал я не хожу, потому что тренажерный зал здесь очень дорогий И у меня дома есть тренажер, но все это не в этом Суть в том, что у тебя, когда ты сюда приезжаешь, я не знаю, на неделе или даже на один день Если ты хочешь каким-либо образом пасть в тренажерный зал, у тебя есть возможность либо подойти в тренажерный зал сети Fitness First Или еще некоторые варианты я вам сейчас покидаю в комментарии И они очень часто тебе дают бесплатный абонемент на неделю или на день В зависимости от того, как ты вообще где-то что нашел И можно зайти на их сайт и точно так же посмотреть Я вам сейчас покажу, я снимала заранее видео о том, как я это использовала, потому что была дождливая неделя И, к сожалению, мне не удавалось заниматься, тренироваться на улице Но если вы очень любите тренироваться, так же, как и я И вы здесь на неделю, и вы хотите бесплатно в тренажерный зал Ну вот вам такой, как-нибудь, такой себе лайфхак, который я надеюсь, вам тоже будет полезен Я осознаю, что это не супер такой лайфхак, но тем не менее Сегодня очень плохая погода на улице Я обычно во время прерыва на ланч хожу на тренировки Именно тренируюсь на улице, хожу на пробежку У меня не было возможности пойти на пробежку, из-за того, что весь день идет дождь Что я решила сделать? Я решила зарегистрироваться на сайте Fitness First И просто получила бесплатный пас в тренажерный зал на неделю То есть это один из таких вариантов, если вы хотите сходить на тренировку Или приезжаете сюда на одну неделю Вы можете просто, как и я, зарегистрироваться на сайте тренажерного зала И у вас будет либо бесплатный пас на день, или на 7 дней, или на 5 дней В зависимости от того, какая у них сегодня акция Вот, так что я иду тренироваться в тренажерку вместо пробежки В зависимости от того, как и я, зарегистрироваться на сайте Субтитры делал DimaTorzok 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 Просто потому что Иногда много магазинов электроников Это просто small family бизнес То есть маленький семейный бизнес И они вам не вернут деньги Поэтому Если срочно нужен power bank Или зарядка И вы вот так ходите по городу, как и я И у вас разряжаете телефон Зайдите в GB Hi-5 Купите себе то, что вам нужно И верните его на следующий день Второй такой вариант, это то, что очень многие магазины будут сравнивать ваши цены и давать вам скидку. Я понимаю, что далеко не все будут шопиться в каких-нибудь гипермаркетах, строителях и так далее, но из-за того, что у меня дома постоянно ремонт, мы очень часто ходим в магазин, который здесь называется Bunnings, а это что-то типа украинского эпицентра или новая линия, я честно говоря не помню, какие есть названия, но это грубо говоря огромный гипермаркет с разными стройматериалами, досками, дрилями и всем остальном. И у них такая политика, что если вы найдете где-то в каком-либо другом магазине что-то дешевле, чем у них, они подают эту цену на 10%. То есть, почему у нас были такие штуки? Мы когда-то покупали бензопилу, да, мы покупали бензопилу Husqvarna. И вот, честно говоря, я не помню, что у нас, но суть была в том, что в Bunnings она продавалась за 300 долларов, мы нашли ее за 250 долларов в другом месте и нам потом дали скидку 10% в Bunnings от цены 250. То есть, ты еще снимаешь 25 долларов и покупаешь эту бензопилу в Bunnings за 225 долларов. То есть, уже такая минус 75 долларов и такая небольшая скидка, что очень приятно. Точно так же это можно делать в магазинах электроники, в GB Hi-Fi, которые я показывала, они тоже сравнивают цену. Честно говоря, не знаю, будет ли там скидка какая-нибудь 10% или нет, но тем не менее, когда мне подарили подарочный сертификат в GB Hi-Fi, я просто нашла вот этот вот Charge, который я себе купила в Pithone Charge 4 в другом магазине за 150 долларов. В GB Hi-Fi он стоил 200 долларов, но у меня был подарочный сертификат в GB Hi-Fi на 100 долларов, и как бы я не могла его нигде потратить, это единственное, что мне нужно было в электронике. Но я пришла в GB Hi-Fi, сказала, в этом магазине Pithone Charge стоит 150 долларов. Они дают туда без проблем, вот он 150, мы дожидали полностью 49 долларов вам на доллар дешевле цену на этот фитон. И, собственно, было очень удобно, потому что я потратила только 49 долларов, 100 долларов из моего подарочного сертификата и остальное из собственного кармана. Но да, это очень прикольно, это очень здорово, потому что можно часто пользоваться такими разными фишечками, поскольку права потребителей здесь защищаются, права потребителей здесь «customers», так сказать, на первом месте в больших магазинах, поэтому это вам такой вариант лайфхака. Это только несколько таких вещей, о которых я узнала в Австралии, где-то здесь и которые я использую. В дальнейшем расскажу вам еще чуть-чуть больше секретов и расскажу вам о тех фактах в Австралии, которые вы знаете только если вы живете в Австралии. И поэтому я желаю вам всем хорошего дня и настроения, подписывайтесь на канал, спасибо за лайки, комментарии, и какие бы лайки и дизлайки вы не ставили, и комментарии не оставляли. Я очень благодарна всем, кто смотрит мой канал, и всем хорошего дня настроения, на связи, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!